всем привет youtube привет вот попалась такая машинка волевая называется с 30 и тут на крыле был серьезный такой же луну я покажу чтобы поднять вот эту плоскость металл очень толстенный померил на срезе 125 и вот этим инструментом вот это в принципе нормально он поднимает даже вот с подмоткой вот такими всякими крючочками особенно вот такими маленькими не особо хорошо получается берешь давишь крючок гнется а металл это очень такой уперт пришло такое решение у меня тут ребята на шиномонтаже занимается вот он готовый инструмент вот такая монтажка шиномонтажа но у нас нарисовано тут 18 дюймов вот этим окончанием неплохо работает выглаживается и вот этим в принципе если надо можно кошечку подложить в магазинчик 250 или 260 рублей купил вот такой девайс я его немножко доработаю вот это конечно мне не надо я все это спилю сточу так надо мне подзагну вот этот тоже кончик немножко по-своему доработаю он был ближе вот к такому они похожи ну чтобы вот эта пяточка была у меня более пологая грубо 250 рублей готовый инструмент петечка меня в очередной раз выручает решил вот эти окончания перезагнуть сейчас прогреваем мы будем ее немножко отпускать и подковать надо почему потому что загибы там не те что мне хотелось бы посмотрим 57 минут прошло вы прогрелась хорошо но я сейчас еще минут пять торопиться некуда прогрев там загиб там загиб вот такое мне надо сделать его более плавно загибчик мне не подходит вот такую приспособу со родил буду ложить сюда и вот это с медью с окончанием здесь потихонечку перегинать чтобы лишнего не давануть смотрим что тут получилось ну вот и отлично можно немножко отковаться так 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 Буду делать без фанатизма, потому что поломать Весь легко и просто, я не знаю, что это за материал, и как с ним правильно работать, поэтому не торопясь, сейчас нагреем еще раз Заход номер два И теперь вот эту сторону тоже сделать немножко более другой Сейчас надо остыть, потому что здесь она сильно тяжелая, хватит, а круг шашлык останется Даем остыть и потом продолжим Вот эта часть остыла, теперь прогревается другая Сейчас нагреется Буду ровнять вторую сторону Естественно, хочу здесь тоже, между усилителями где-то просверлить отверстия под насадки Если допустим, а здесь уже есть Я пытался, пытался, но, как видно, на другую сторону не просверлил Вот, хочу нарезать под насадки на всякий случай Если что, допустим, высоты не будет хватать, то можно на каком-то маленьком удлинителе или на большом Неважно на каком Насадки могут здесь тоже пригодиться Тем более, что, как не дави, такого усилия не создашь, чтоб вот это вот лопнуло там или треснуло Ну, а пока что В принципе, она уже такая, чуть-чуть поразорела Будем греть дальше Вторая часть Вторая часть Будем еще прогреть Прогреваем Прогреваемся дальше Вот, нагрелась Попытаюсь ее подогнуть Да, огнем, что она там чудесно Вот и хорошо Теперь немножечко Попорожек вот здесь надо сделать Вот По foreм Вот такой вот загибчик я решил для себя сделать. Я думаю будет мармалек. Вот так вот пойдет, ну а обкатка покажет, если что-то я не так сделал, то всегда можно перегнуть. Вот примерные формы, опять же повторюсь, все это примерно я сделал, сейчас значит что будем делать, вот здесь наметку я сделал, не смог просверлить и с обратной стороны тоже самое, сейчас буду размечаться, сверлиться и вычищать то что ненужное, то что лишнее буду убирать, а потом будет видно, обкатка покажет, так или не так. Начнем с того, что вот здесь штамповка лишняя, сейчас я буду убирать, здесь у нас кружок, вот такой Т-40, и с помощью его будем все счищать лишнее, не лишним считаю повторить, всегда когда работаем, надо защищать свои глаза. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Вот что получается, вот эти бороздки, они мне не нужны, я вот до сюда примерно их сточу, здесь просверлю отверстия, и точно так же, примерно вот так я себе это все представлял. С этой стороны заготовка готова, оставлю на первую скорость, поскольку такие вещи лучше сверлить на малых оборотах. Немножко на финише привнести эстетики. Берем вот такой скотч Bright, зелененький, подзачищаем, потом следующим номером будет вот такой грунт, усилитель аддезии. Ну, естественно, все это обезжирю, вот, и попробую вот эту красочку, эмаль термостойкая, черная, она якобы очень устойчивая. И посмотрим, как эта краска будет держаться в работе. Зачищаем. Я без фанатызма просто хочу попробовать, как это все получится. Ну, явно некрасиво вот так. Естественно, надо обезжирить. Обезжирка у меня от Jetta Pro я пользуюсь. Так, на всякий случай. Конечно, это не покраска автомобиля, но, тем не менее, почему бы не обезжирить. Вот пока тряпочка получилась чистая. Пока высыхает, надо пару минут потрусить это дело, чтобы она вымешала. Наносится он, этот грунт, тонким слоем. Он абсолютно прозрачный, то есть наливать его не надо, просто-напросто, чтобы он лег на поверхность. В такую легкую кратку он ложится. Как мы видим здесь, в этих местах, он уже более-менее впитался. Здесь он мокренько как бы лежит. Еще немножко надо, чтобы высохло, но уже глянца нету. Уже практически высох. Беру вот эту красочку. Высокотемпературную, ее тоже надо привести. Беру вот эту краску. Беру вот эту краску. Беру вот эту краску. Как-то вот так вот все получается. Во всяком случае, выглядит однородно и то уже приятнее. Подожди, пока высохнет. Будем смотреть, что дальше. Как всегда, печка меня выручает. Положил наверх, здесь подсохнет хорошо. И можно будет перейти на другую сторону. Где-то минут сорок все это сухло на печке. Теперь переворачиваю. И то же самое повторяем с этой стороны. Наносим акдезионный грунт. Даю немножко просох. Говорит, что можно наносить сразу на мокрое. Но я никуда не тороплюсь. Поэтому дам выдержку минут 10. И потом нанесу красочку минут 10-15 примерно. Еще раз перемешиваем. И наносим. Непосредственно сама фермокраска. Она таким влажным слоем ложится. Но когда высыхает, она становится абсолютно матовой. Посмотрим. Если хорошо себя зарекомендует. Вот эта вот технология. То можно будет инструментик сделать и покрывать такой краской. Но это опять же покажет работа. Теперь жду пока этот голянец уйдет. И опять же на печку, на сушку. Где-то часик я решил просушить. На поверхности где-то 70 градусов. Здесь на печке 100 градусов. 90 градусов. Ну и так далее. Я считаю, что уже все высохло. Смотрим, что получилось. В принципе неплохо. Вот эти места где-то заканчивалась прожарка. Вот я отпускал. А до печки. Вот место и вот есть. Ну ничего страшного. Надеюсь, что на ходовые качества это влиять не будет. Вот что в итоге у меня получилось. Это окончание. Ну опять же я повторюсь, это прототип. Примерно вот такое. Это окончание. Вот так сделал. Дошел ход и я довел до того состояния, что мне хотелось бы. Теперь ходовые испытания в работе покажут. Прав я был или нет. Но опять же, все это можно нагреть, перегнуть так как надо. Решил поделиться. Почему? Потому что в свое время, как мы видели в начале видео, без такого инструмента было сложно работать. Но выход нашелся и кстати недорогой. Единственное, что пришлось. Вот сейчас время появилось немножко. Решил доработать. Вот как это все выглядит. Если работать, то примерно это вот так будет. Насадки здесь можно применять любые. Это я так, для примера. Допустим, надо что-то надавить и обстучать. Или подвыдавливать. Тут уже кто на что способен. Опять же, можно все это выкрутить. Допустим, вот у меня есть кошечка такая. Толщиной где-то миллиметра три. Ее сюда вырезать. Сделать накладку. Примотать там скотчем или еще чем-то. И работать более мягко. Но это кто во что гораст. Кому как больше нравится. Кому как удобней. Кому понравилось. Ставим лайки. У кого какие дополнения. Пожелания. То же самое. Пишем. Не стесняемся. Видео я снимаю для своих зрителей. Для вас. Поэтому задавайте вопросы. По возможности буду отвечать на них. Проンダ observer сек США. КОНСКОНТИТЕЛЬНЫЕaban 주�ения. КОНСКОНТИТЕЛЬНЫЕ teeth Итак.